Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Какие меры приняли на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19? Самарские медики помогли вылечиться от коронавируса пациенту из Германии. За две с половиной недели врачи не только справились с 20-процентным поражением легких, но и помогли с реабилитацией. Примерно 10% людей, переболевших коронавирусом, спустя месяц сталкиваются с таким явлением, как парасмия. Каковы причины деформации вкусовых восприятий в нашем сюжете? Ситуация в регионе с распространением коронавируса остается напряженной. Об этом заявил на заседании оперштаба губернатор Дмитрий Азаров. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Звучали предложения не пускать детей на фудкорты без сопровождения взрослых, перевести их на дистанционку и ограничить посещение культурно-массовых праздников. Какие решения были приняты, а с какими решили не торопиться в нашем сюжете. Один из главных вопросов повестки оперштаба – ограничительные меры для снижения темпов заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю отмечается ее рост в разных возрастных группах. Сегодня в регионе 23 медучреждения принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Организовано 4811 коек. Еще 567 мест зарезервировано. При необходимости они будут развернуты в любой момент. Сейчас лечение проходит более 4,5 тысяч жителей региона, из которых больше половины находятся в средне-тяжелом состоянии на кислородной поддержке. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, расход кислорода за день составляет около 60 тонн. Это примерно столько же, что и в ноябре прошлого года, когда был пик заболеваемости. Порядка 12 тысяч человек лечатся амбулаторно. Министр здравоохранения предложил приостановить консультации узких специалистов и плановой госпитализации. Просим постановлением внести пункт о приостановлении, не ограничении, а именно о приостановлении объемов плановой медицинской помощи и консультации узких специалистов для высвобождения их, соответственно, работы с пациентом с новой коронавирусной инфекцией. При этом наиболее социально значимые – это онкология, сердечно-сосудистые заболевания и высокие медицинские технологии будут сохранены и выполняются в прежних темпах и объемах. Инициатива руководителя Минздрава была поддержана. Кроме того, решением оперштаба будет ограничена деятельность ресторанов, кафе и других пунктов общественного питания. С 9 вечера до 6 утра им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%. Также запрещается нахождение несовершеннолетних детей в торговых центрах и фудкортах без сопровождения взрослых. Давайте пока на торговых и фудкортах остановимся. Ограничения. Через неделю тогда от Минкульта отдельный доклад вместе с Минобров отработает ситуацию коллеги. Но понятно, что сейчас тяжело это будет решение принимать, поскольку Пушкинская карта широко пошла, и мы тут же ограничиваем. Надо найти другие варианты. Участники штаба также решили ужесточить контроль за действующими ограничениями, соблюдением масочного режима и социальной дистанции. На сегодняшний день на территории области более 280 тысяч жителей еще не привиты. Это самая зона особого внимания наша, поскольку заболевают они чаще и болеют тяжелее. Поэтому в первую очередь и в регионе есть все ресурсы сейчас для того, чтобы их как можно скорее всех привить от новой коронавирусной инфекции, а потом через месяц привить от гриппа. Отдельно внимание было уделено вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в регион поступило 563 тысячи 150 доз. Уже привито более 100 тысяч человек. Мэри Елчан, Виктория Шарая. События. Самарские медики помогли вылечиться от коронавируса пациенту из Германии. За две с половиной недели врачи не только справились с 20-процентным поражением легких, но и помогли с реабилитацией. Историю спасения узнала Ольга Хомраколова. Не просто спасибо, а филинданг. Благодарность самарским медикам зазвучала и на немецком языке. Марио Фройдеман приехал в Самару к друзьям два месяца назад. Но на четвертый день пребывания в городе появилась температура и симптомы бронхита. Так Марио впервые оказался в русской больнице. У него диагностировали ковид. Я приехал к друзьям примерно два месяца назад. Планировал находиться здесь месяц, но заболел ковидом. Обратился в клинику и мне помогли. Когда я вышел, мое самочувствие стало намного лучше. И утром я возвращаюсь в Германию. В клиниках Самарского медуниверситета Марио прошел полное обследование и получил лечение. Стояние при поступлении мы расценили как средняя степень тяжести. С высокой фибрильной лихорадкой, с одышкой, требующей респираторной поддержки кислородом. Учитывая, что у всех иностранных граждан есть страховка, у нас прекрасно работает служба ДМС. И все разрешилось благоприятным образом. Несмотря на то, что Марио Фройдеман в ковидном госпитале был достаточно экзотическим пациентом, общий язык нашли сразу. За две с половиной недели медики не только справились с 20-процентным поражением легких, но и помогли с реабилитацией. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Примерно 10% людей, переболевших коронавирусом, спустя месяца сталкиваются с таким явлением, как парасмия. Это искажение обоняния, когда вместо привычных ароматов парфюма и еды, человек ощущает новые, зачастую неприятные запахи. Чаще с парасмией сталкиваются те, кто во время болезни прошел через полную потерю обоняния. Каковы причины всех этих деформаций вкусовых восприятий? Почему искажение запахов не проходит иногда до года, узнала Гульфия Сафина. Ковид уже отступил, вернулись обоняния и вкусы, но не тут-то было. Месяц за месяц многообразие запахов вдруг начинает сужаться. То один, то другой продукт органы чувств распознают искаженно. Вместо аромата любимых блюд откуда-то возникает запах тухлой рыбы, плесени, растворителя, гнилого лука. Такое может случиться с каждым. И такое случилось со мной. А на СМИ, то есть полная потеря обоняния, казалось бы, прошла еще зимой. Но в феврале бананы и мясо вдруг стали отдавать каким-то странным химическим привкусам. Затем рыба, яйца, кофе и прочее, прочее, прочее. В отчаянии написала пост. И к неожиданности для самой себя получила по меньшей мере дюжину сообщений с похожими историями. Таких очень много в мире людей. Я даже вступала в чат общий наш российский. На тот момент было 18 тысяч человек. Я вообще не могла супы варить. Я просто выходила из дома. Я просто рыдала. Очень тяжело, потому что вкусы совсем другие. Мясо есть не могу совсем. Чеснок, лук также. Тема на сегодняшний момент действительно актуальна. У нас таких пациентов очень много. Коронавирус поражает обонятельные тракты, веточки лицевого нерва, языкоглоточного. В результате нарушается обоняние, нарушается вкусовая чувствительность. По последним данным поражаются не сами нейроны, а окружающие их клетки. Это нейроглия, а астроциты, так называемые, которые поддерживают их и помогают рецепторам, в частности, обонятельным рецепторам, восстанавливаться. Ковид же не дает этим клеткам функционировать нормально. Возникает анемия нервных окончаний. Отсюда аносмия, полная потеря обоняния. Постепенно это развивает парасмию, искажение обоняния или даже фантасмию, так называемые обонятельные галлюцинации. У болезни Альцгеймера и у болезни Паркинсона, демилинизирующих заболеваний, одним из первых симптомов является как раз нарушение обоняния. А так как мы знаем, что ковид, вирус, тропен к нервам, он может также возникать демилинизацию, либо какую-то дисфункцию в нерве, как периферической, так и центральной части. Впрочем, не спешите пугаться, успокаивают медики. Вряд ли у всех разом наступил Альцгеймер или Паркинсон. Постковидная парасмия лечится. Здесь вставляется фитиль нейтральный, и мы туда капаем разные масла. Обонятельные тренажеры. Так ароботерапевты назвали изобретение для лечения постковидных проблем с обонянием. Его предложили европейские терапевты весной этого года. Согласно рекомендациям, каждый день нужно делать ингаляции на основе трех масел. Эвкалипт, гвоздика, который пробуждает эмоции, и базилик. Он из поколев веков считался ароматом, который восстанавливает обоняние. Капаем мы либо в пузыречки, либо в такие ингаляторы портативные, и человек несколько раз в день, по минутке 3-4 вдыхает их. Тем самым активируются сигналы, которые поступают в головной мозг, и пробуждается как зона в головном мозге, потому что правление идет через гипоталамус на весь организм. Так и, собственно, восстанавливаются вот эти нервные импульсы. По словам ароматерапевтов, эфирное трио сокращает время восстановления обоняния многократно. Главное – не перебарщивать и не вдыхать эфирные масла в чистом виде. В неразбавленном состоянии они могут обжечь слизистую носа. Вариантов два – использовать ингаляторы или эмульгаторы. Важно! Внимательно читайте инструкцию на упаковках масел. Впрочем, медики считают, что стимуляция рецепторов – лишь часть лечения. Но на самом деле влияет еще и хроническое заболевание, которое есть у того или иного пациента. Часто бывает, что есть латентная аномия, железодефицитная аномия. Например, дефицит витамина Д, В12, витаминов группы В общего белка, потому что коронавирус очень сильно истощает по железу, по общему белку. И, конечно же, нужно проверить в целом, потому что функциональность самого обонятельного анализатора, как системы, должен работать полноценно, если в организме всего достаточно. Эффективнее всего комплексный подход, подчеркивают эксперты. Это работа в междисциплинарной плоскости. Свои полезные рекомендации могут дать физиотерапевт, психолог и остеопат. Лор поможет в лечении периферийных причин искажения обоняния. Это возможные ренит и синусит, нафтезинозависимость и искривление перегородки носа. Невролог в лечении нарушения нейронных связей. А начать врачи рекомендуют с развернутого анализа крови. Возможно, проблема в дефиците базовых микроэлементов. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Батареи тепляют не только в объектах социальной сферы, но и в многоквартирных домах. Так, на данный момент к отоплению подключено больше половины жилых зданий Самары. Ход отопительного сезона на контроле главы города Елены Лапушкиной. О том, как происходит процесс подачи тепла, расскажут наши корреспонденты. Социальные объекты обеспечены теплом почти на 100%. Учреждения опеки и попечительства в полном объеме. Школы на 99%, детские сады на 98%. Чтобы лично убедиться, что комфорту и безопасности детей ничего не препятствует, глава города Елена Лапушкина посетила образовательное учреждение в железнодорожном районе. По словам руководителей, тепло дали с первого дня, как объявили начало отопительного сезона. Городские власти проверили и несколько адресов жилищного фонда, где возникали точечные проблемы в некоторых квартирах, когда в отдельных комнатах батареи не прогревались. Стали частично включать, и вот вчера прям, знаете, такое счастье и тепло. Особенно рада была подача теплокорги Индяс, которая живет в доме на Пензенской 58. Как рассказывает хозяин собаки Савва Давыдов, четвероногий друг не находил себе места в квартире и приходил к нему греться. Но теперь у них все хорошо. Спасибо ему, конечно, что теперь не мерзнем, а живем в полной, хорошей, теплой жизни. Отопление в жилищном фонде начали включать параллельно батареи, уже теплые, в каждом втором доме. Регулярно сотрудники профильного департамента мониторят процесс подключения. О проведенной работе доложили на оперативном штабе под руководством Елены Лапушкиной. Ход отопительного сезона находится на контроле главы города. Ежедневно к теплоснабжению подключают примерно полторы тысячи зданий. Я сегодня сама объезжала в железнодорожный район. Я видела, что и управляющая компания работает, и район включен. Я вижу, что и руководители учреждений тоже. По социальной сфере, по школам, по детским садам отопление практически 100% включено. Стоит отметить, что подключение домов к отоплению зависит не только от ресурсоснабжающих организаций, но и от управляющих компаний. Они должны подготовить коммуникации зданий для подачи тепла. Все обращения граждан отрабатываются онлайн, и в ближайшее время заработает горячая линия по отопительному сезону. Светлана Кудрявцева, мэрия Елчан, Николай Епифанов. События. Тепло в Самаре дали не только в жилые дома и соцучреждения. Ездить с комфортом теперь можно и в общественном транспорте. Муниципальные предприятия постепенно готовят автобусы, троллейбусы и трамваи к зиме. Какие работы проводят механики и электрики с подвижным составом, расскажет Сергей Кизоркин. На подготовку одного автобуса к зиме у электрика Вячеслава Исаева уходит в среднем до полутора часов. За это время он проводит техобслуживание всей электросистемы. Дополнительно проверяет работу печек в пассажирском салоне и у водителя. При необходимости меняет изношенные детали на новые. В транспортном предприятии работа кипит круглые сутки, ведь оно обслуживает муниципальные автобусные маршруты. Механики меняют масло и другие жидкости, а также изношенные детали. Контроль качества происходит на каждом этапе. Мы ориентированы, конечно же, на удобство наших пассажиров, поэтому все всегда делаем заранее. Проверяются все двери, окна, чтобы были на них утеплители, чтобы нигде не было никаких сквозняков, людей в салоне не продувало. Также проверяется работа отопительной системы, чтобы не было никаких неисправностей и неполадок в системе отопления, чтобы в салоне печка работала как полагается. Плюс подготовка к переходу на зимное топливо тех автобусов, которые работают на дизель. На предприятии заранее купили зимнее топливо. Оно позволяет работать автобусом бесперебойно даже при 40-градусном морозе. Контракты все заключены с поставщиками. Мы работаем уже давно с проверенными компаниями. Для того, чтобы наши пассажиры себя чувствовали комфортно, в безопасности и ощущали комфортную, теплую атмосферу в транспорте, мы заблаговременно начали готовить свой подвижной состав к зимнему периоду. А пока не грянули морозы, печки и другие системы тестируют в нынешних условиях при плюс 12. Проверку пройдут более 450 автобусов. И во всех должно работать отопление. Перевозчик отмечает, пока жалоб на горячую линию предприятий и через социальные сети не поступало. Сейчас часть автобусов уже выходит в рейс с теплым салоном. Это касается как городских маршрутов, так и дачных. Они будут курсировать до конца октября. Кроме этого, кондукторам выдают дополнительные батарейки для терминалов. Их ставят вместо разрядившихся. Обилищение продолжается, автобус остается на линии. Значит, движение общественного транспорта будет стабильным и регулярным с теплыми салонами. Пассажиры сразу оценили заботу о себе. Да, да, тепло, работает печка, все нормально. Заботиться не только о комфорте пассажиров, но и о безопасности и гигиене. Круглосуточно продолжают трудиться мобильные бригады, занимающиеся санитарным содержанием муниципального транспорта. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Для укрепления иммунитета осенью важно следить не только за питанием и распорядком дня, но и правильно подобрать физические упражнения, что поможет снизить риск сезонных заболеваний, расскажет Ольга Хомракулова. Хорошо есть, хорошо спать и сохранять душевный покой. Три этих важных постулата помогут сохранить здоровье в осенние межсезонья, когда иммунитет снижается даже у абсолютно здоровых людей. Вероятность подхватить вирусную инфекцию сейчас возрастает кратно. Для укрепления иммунитета подходят продукты, богатые витамином А, В, С и Е. Главным источником антиоксидантов послужат ягоды, облепиха, черника, малина и смородина. Они одинаково полезны и в заморозке, и в качестве варенья. Включите в рацион цитрусовые зелень и томаты. Все они богаты витамином С. Важным элементом в поддержании иммунитета является лизин. Чтобы он поступил в организм, не пренебрегайте мясом и молочкой. Закаляйтесь и не исключайте прогулки на свежем воздухе. Самый легкий способ закаливания – это закаливание воздухом. Наиболее тяжелый – это закаливание солнца. Следующее закаливание – это водой. Но здесь мы уже немножко опоздали, потому что нужно начинать закаливание, наверное, с летнего периода, когда мы уже привыкли купаться в открытых водоемах. И продолжают, кто занимается моржеванием, постепенно переходят в зиму. Можно сделать развернутое исследование на иммунный статус. Но здоровому человеку, у которого нет никаких жалоб, проводить его нет необходимости. А вот людям в возрасте межсезонье стоит прибегнуть к лабораторным анализам и держать на контроле холестерин и уровень сахара в крови. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. С нашим атаманом не приходится тужить. В Самаре определили лучший казачий кадетский корпус страны. На финал смотра конкурса в город на Средней Волге приехали 10 коллективов из разных уголков России. На протяжении трех дней команды сражались за победу. Кто победил, узнала Мария Левина. Виктор Нормаев очарован казачеством с юных лет. После того, как в седьмом классе прочел роман «Тихий дом» Михаила Шолохова, решил поступать в казачий кадетский корпус. Начал готовиться тренировать физическую форму. И все получилось. Казак должен быть смелым, сильным и разносторонне развитым. В первую очередь для казака важна честь. Вместе с товарищами Виктор принял участие во всероссийском смотре конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус». В течение нескольких дней 10 лучших команд страны сражались за победу. В Самару приехали кадеты из Краснодарского края, Московской, Кемеровской и Ростовской областей. Действительно, на протяжении трех дней лучшие кадетские казачьи корпуса соревновались между собой за звание стать лучшим в этом текущем 2021 году. Этот конкурс уже на протяжении нескольких лет проводится ежегодно, несмотря на все ограничения, пандемийные вещи. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться. Уже сегодня видно, и это мы отчетливо связаем, результат этой работы. Ведь вы возвращаетесь на свои места, в свои станицы, на свою родину, на свою землю и показываете, передаете опыт. «Было видно, что каждая команда выкладывалась для того, чтобы представить свои казачьи-кадетские корпуса. Действительно, шла хорошая, упорная казачья борьба». На Самарской земле гостей поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. «Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов конкурса за принятое решение проведения финала конкурса здесь, на Самарской земле. Я рад поприветствовать всех кадетов, которые пробились в финал и уже с этим достижением вас можно поздравить. Вы проявили свои знания, свои духовные стержни для того, чтобы добиться этого результата». Глава региона наградил лучших. Третье место получили ребята из Ростовской области. Самара взяла серебро, а первыми стали кадеты из Краснодарского края. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Уже четверть века Марии Белегу-Мамонтов, правнучка русского солдата Федора Мамонтова, ищет родных. Ее прадед попал во Францию во времена Первой мировой войны. Обратно в Россию уже не вернулся. Таких, как он, русских солдат было 40 тысяч. Кто-то героически погиб, другие начали новую жизнь во Франции. Мария создала патриотическое движение, где она и родственники других солдат собирают по крупицам информацию о своих предках и делятся ей со всем миром. Гость ей из Франции дала эксклюзивное интервью для телеканала «Самара Гиз». С ней беседовала Мария Левина. Она приехала в Россию, чтобы из миллионов людей найти своих родных и близких. Уроженка Франции Марии Белегу-Мамонтов, правнучка русского военнослужащего Федора Мамонтова. В 1916 году, когда прадед был отправлен сражаться во Францию в составе Первой русской бригады, в России у него осталась семья. Тогда он еще не знал, что больше никогда не увидит ни своей родины, ни близких. С 1995 года Марии ведет свое собственное расследование по всему миру, чтобы найти ответы на вопросы, которых с каждым годом не становится меньше. Это очень сильная эмоция для меня. Конечно, побывать на родине, в той стране, где мой дед вместе с другими солдатами экспедиционного корпуса 2014-2016 годов ушли на поля сражения во Францию. Их было 40 тысяч. Одним из них был мой дед. Конечно, сейчас оказаться в этой стране, откуда все эти люди ушли воевать, и некоторые из них героически погибли, а кто-то остался во Франции на всю жизнь. Конечно, это очень большая эмоция сейчас. Меня здесь очень хорошо встречают. 40 тысяч солдат, распределенные по четырем специальным русским пехотным бригадам, были отправлены Николаем II во Францию в обмен на поставку оружия, в том числе военнослужащие из Самары. Возмущенная несправедливым исчезновением информации о подвиге русских солдат со страниц учебников, Марии решила создать ассоциацию потомков участников экспедиционного корпуса «Мишка-1618», а также сайт с документами об их заслугах. Считается, что сто лет – это время, за которое нужно уже что-то забыть. Но в нашем случае это время, чтобы что-то вспомнить. Потому что те люди, которые остались во Франции после Первой мировой войны, русские, они прожили всю свою жизнь в полной тишине. Они никогда не делились тем, кто они, откуда. Почему оказались во Франции, как складывалась судьба их семей, оставшихся на родине. Они ничего не знали об этом. И никто из новых французских родственников не знал ничего, откуда они есть, как жили до этого, как стали воевать. Все это была большая тайна. Сейчас мы очень рады, что открываются новые возможности, чтобы предъявить миру подробности и найти связи семейные и родственные в России. Ради тебя, Федор, ради тебя, Василий, Петр, Сергей, Жорж, Степан, Владимир и всех русских солдат, приехавших воевать за Францию, мы должны не допустить забвения вашей жертвы, а продолжать выражать вам постоянную благодарность и почтение. Девиз Марии и родственников других солдат экспедиционного корпуса. Они продолжают собирать биографии защитников Отечества и доказывать, что память о подвигах предков будет жить вечно. Мария Левна, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok